Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым Шедевры из коллекции музея имени Глинки Антонио Страдивари признан одним из величайших скрипичных мастеров во всем мире. Он рано начал осваивать строение струнных инструментов и уже в 1667 году, в возрасте 23 лет, открыл в Кремоне собственную мастерскую. Страдивари был известен не только у себя на родине, ему поступали заказы от монархов и аристократов со всей Европы. Инструменты мастера высоко ценились при его жизни и продолжают цениться и по сегодняшний день. И с каждым годом становится все дороже и дороже. На инструментах Страдивари играли и играют ведущие музыканты мира. Эти инструменты являются украшением собрания коллекционеров крупнейших фондов и банков. Страдивари прожил 92 года, создав по разным данным от полутора до трех тысяч инструментов. Сейчас сохранилось около 650 его работ, помимо скрипок, это виолончели, нескольких гитар и даже арфа и мандолина. Крайне редкими инструментами работы Страдивари являются альты. В мире известно не более десяти. В основном они созданы по модели, разработанной Страдивари в 1690 году для двора Медичи. По качеству эти инструменты не уступают лучшим скрипкам мастера. Представленный на выставке миф Страдивари, который сейчас проходит в Музее музыкальной культуры Альт, 1715 года, один из лучших в наследии мастера. Он является жемчужиной собрания и музея. Его звук отличается великолепным, благородным тембром. У инструмента была своя интересная судьба. В 30-х годах 19 века Альт принадлежал директору императорских театров в Петербурге, известному меломану, графу Михаилу Юрьевичу Вигельгорскому. Граф Михаил Вигельгорский был хозяином известного музыкального салона, сочинял романсы, играл в струнном квартете вместе с отцом и братьями. Шуман говорил о нем, что он самый гениальный дилетант, каких я когда-либо знал. Вигельгорский преподнес Альт выдающемуся бельгийскому музыканту, скрипачу и композитору Анри Вьетану, который неоднократно концентрировал в России. А в 1846-1852 годах жил в Петербурге и являлся придворным солистом и солистом императорских театров. Среди других владельцев Альта известный коллекционер музыкальных инструментов и тоже музыкант-любитель Роман Васильевич Живаго. В 1919 году инструмент поступил в государственную коллекцию уникальных музыкальных инструментов. На Альте играли Владимир Бокалейников, Рудольф Баршай и другие известные музыканты. Экспо-музыка. Шедевры из коллекции музея имени Глинки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова